добрый день дорогие друзья до сегодня мы опять в эфире с наталья огородниковой я бы сказал что это не просто гость это моя соведущая и мой партнер и я надеюсь что мы с ней будем продолжать дальнейшее сотрудничество и возвращаться к нашим проект передачам именно в совместном ключе потому что наташа всегда есть очень много чего рассказать и мы друг друга очень замечательно можем дополнить наташ привет доброе утро да и сегодня мы хотели бы посвятить нашу программу ответом на вопросы очень много на самом деле вокруг йоги существует различных мнений вопросов легенд мифов и каких-то вообще инсинуации даже я бы так сказала и когда человек не знаком с йогой он он даже не знает надо ли ему заниматься йогой с чего начать он иногда мы думаем что мы нам уже слишком поздно допустим если мы там какой-то возрастной рубеж переступаем да и нам кажется что это все уже пределы уже к йоге нам ни в коем случае невозможно возвращаться или например что йога это обязательно нужно сидеть в позу лотоса садиться но мы уже этот вопрос кстати наташи обсуждали вы можете послушать наши предыдущие эфиры и там об этом было уже сказано но тем не менее вопросы все равно остаются и поэтому мы сегодня решили с наташей начать именно целый список вопросов подготовили вот и я задам первый вопрос который мы хотели обсудить кто может считаться настоящим йогом и наташ тебе слово буду рада получить ответ да да это реальные вопросы которые мы часто слышим я лично часто слышу уверенно мы с насти обсуждали она тоже и самый главный первый напрашиваюсь напрашивающийся вопрос это кто кто же считается настоящим я я помню себя и свои ощущения впечатления когда я начинала заниматься йогой в голове сразу же возникал образ человека который сидит в какой-то очень сложной позе очень худой и сидит обязательно где-то в индии скорее всего постепенно уже по мере того как я продвигалась этот образ вырос до человека который просто знает большое количество после делает их совершенстве но с опытом и из наблюдений за людьми занимающимися вокруг тебя ты понимаешь что в принципе все эти позы очень легко даются людям которые например пришли из гимнастики или из балета со мной начинали заниматься йогой ребята из такой танцевальной группы хорошей тоже балетной подготовкой им это все давалось без труда или представьте цирковых артистов и они тоже могут в основном все закрутиться в любую самую сложную в принципе любой человек который занимался спортом именно связанным с гибкостью и с растяжкой до спортсмены гибкость растяжка и хорошие до мышечная подготовка это тоже необходимое условие да пожалуйста все легко означает ли это что они все йоги конечно нет и дальше продолжая свою практику уже и знакомясь с первоисточниками начинаешь понимать что основное это в йоге это конечно когда уже во время практики асан ты начинаешь следовать вот этой самой главной установки которая является также второй йога с утра и патанджали мы об этом говорили и звучит она как йога из прекращения деятельности сознания только в этом случае человек может называться йогом то есть как я люблю часто говорить красивая картинка на обложке йога джорнал да когда сидит кто-то в очень красивой позе этот человек может быть намного меньше степени йог чем тот кто с трудом сел в вирасану то есть между пяток подложив при этом еще два блока потому что колени не сгибаются но его внутреннее состояние его внутренняя работа то как он себя чувствует ощущает и как он пришел в эту позу она делает его намного большим йогом вот наверное я бы так ответил на этот вопрос ну так имеет ли смысл вообще тогда делать асаны может быть тогда просто все погружаемся в глубокую медитацию да и не зачем нам эти асаны зачем нам учиться тем более нам людям европейского происхождения давно совершенно другая подвижность суставов и как у индусов которые допустим с детства они приспособлены к тому чтобы сидеть в раскрывать свои суставы да а мы не можем нужны ли вообще тогда асаны для чего они нужны насть абсолютно логичный вопрос однозначно и ответ на него будет неожиданным в принципе асаны не нужны некоторые из нас могут сразу же начать с медитации и и заниматься только ей и такой путь рассмотрен в йога-сутра как мы знаем там есть четыре раздела и считается что они писались для четырех разных людей кому-то действительно это не нужно но подавляющему большинству из нас все-таки без асан не обойтись почему сейчас объясню первое назначение асан связано как раз с ментальным отвлечением вот от этого мыслительного потока который постоянно циркулирует нашей голове а дело в том что асаны являются очень нестандартными для нас положениями в пространстве и и все внимание вынуждено переключиться на на тело на то как мы себя ощущаем на выстраивание положения стоп на полу или ладони или 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 что мы еще чем мы касаемся полов ощущение в пространстве до головой на ощущения возникающие в теле задействуются мышцы которые мы не используем да в обычной жизни нужно продумать что куда повернуть добавьте сюда удержание равновесия потому что очень много поз именно на равновесие дыхание отслеживание дыхания что мы все обычно перестаем дышать в этих сложных это очень сложно действительно удержать дыхание в какой-то момент особенно когда ты начинаешь вот это вот совместить дыхание и ты стараешься хоть бы как-нибудь эти ноги разложить до руки прижать еще и дышать как это вообще да и вот если это все складывается то наше внимание просто вынуждено как бы отходит от вот этого постоянного привычного мыслительного потока и то есть асана таким образом как бы инициирует этот процесс отвлечения от мыслей это то что как раз делает йогу йогой и второе назначение асан конечно которое нельзя забывать это оздоровительное потому что это всесторонняя проработка тела и работают прорабатываются не только мышцы но и суставы что очень важно и связки и внутренние органы и работа желез то есть охватывается весь организм и как мы уже знаем из обсуждения в предыдущих передачах без здорового тела успокоение ума достичь сложно потому что если все болит как бы отвлечься от этого почти невозможно поэтому и первое и второе назначение асан нужно иметь ввиду и и использовать оба то есть не игнорировать ни одной из них вот так что ответ короткий без асан можно но обычно не получается да и для здоровья это безусловно есть польза когда-то мы делаем асаны и все-таки даем телу определенную нагрузку и физику и тогда наше тело оно начинает работать функционировать и все кровоснабжение увеличивается лимфа это все вот в еде как раз рассматривается потому что как движение оно должно быть не только в том что мы сами передвигаемся но внутри нас тоже все должно двигаться и тут интересно сразу вот мы существует определенные стереотипы да каждый наверное начинающий йог или особенно тот у кого горячий такой ум на вид мы называем это пита огонь представители огня вот они хотят вот именно на уровне физики достичь какого-то такого идеального состояния и сесть в самую сложную позу встать там встать стойку на голову или сесть в тот же самый лотос а но я знаю что это неправильно какая же самая сложная поза в йоге вот как ты считаешь и как считает йога с утра но это это вопрос который конечно как каждый начинающий хоть хоть немного любопытствующий человек начинающий занятия йогой этот вопрос возникает то же самое сложное к чему мне стремиться как ты хорошо заметила да вот людей которые приходят с намерением выполнить самую сложную позу их видно сразу же и они в принципе это сами по себе чувствуют и замечают и в этом и есть смысл йоги как раз потому что мы приносим все из своей жизни и на йоговский коврик вопрос сразу же задается а зачем нужно себе задать да а зачем я хочу сделать вот эту позу для чего что она мне даст но это отдельный разговор да это вообще очень сложная тема потому что я думаю что 80 процентов людей не в состоянии будут это ответить а зачем ну или они начнут что-то так он украсит обычно выдает какие-то ну проблемы наверное слишком сильное слово но что-то не то да вот когда человеку хочется куда-то обязательно загнуть ногу за за ухо вообще самая сложная поза конечно будет для каждого своя поскольку мы мы все разные и одному что-то удается проще одно другому другое но для для всех однозначно самая сложная поза является по моим многочисленным наблюдениям это шавасана потому что так называемая поза трупа да спасибо как раз хотела расшифровать прекрасное название для для позы и этому есть несколько кстати объяснений почему она называется позой трупа то есть это когда мы лежим абсолютно неподвижно на спине и тело абсолютно не сложное технически то есть ничего у нас здесь никакие мышцы никакая гибкость не задействованы чтобы тело не не позволило нам выполнить а поза сложная ментально потому что основная идея в ней это по возможности максимально остановить мыслительный процесс а нас никто никогда не учил расслабляться и останавливать от мыслительный процесс поэтому обычно люди в ней первоначально вообще теряются и не понимают зачем их уложили в начале или в конце занятия начинают открывать глаза оглядываться по сторонам и вообще думать когда же это все закончится но постепенно начинают ее очень ценить для меня например еще поза скажу вот из серии что бы я хотела достичь у меня есть такая поза это поза лотоса исключительно из все таки лотос соображений хочется объясню почему потому что сначала на всякий случай поясню что такое поза лотоса она называется также еще подмассана фактически переводится как поза лотоса это когда колени согнуты и стопа правой ноги лежит на левом бедре а левой на правом то есть такой крест накрест и вот в этом положении когда ноги таким образом закручены и бедра и колени позвоночник как-то очень правильно направляется вверх вот идеально прямо это то что мы в общем хотим всегда достичь и в этой позе очень удобно и правильно сидеть в принципе и для пранаямы и для медитации поэтому хотелось бы уметь в нее садиться но не настолько что вот это главная цель в йоге естественно это просто для меня это сложная поза которую я бы действительно хотела освоить и я над ней постепенно работаю но шавасана для всех ну да шавасана вообще действительно я с тобой совершенно согласна потому что особенно важно в каком состоянии ты пришел на класс в каком состоянии ты начал практику если ты чем-то был возбужден и вот ты ложишься в шавасану эти мысли возвращаются к тебе и ты не можешь этот остановить поток вторая стадия на мой взгляд шавасана это когда мы засыпаем мы настолько у нас все встало мы так непривычны к этому состоянию что все раз ты бах и вырубаешься потому что я много раз видела на практиках когда люди просто засыпают действительно потом встают такие счастливые так отдохнули вот а и уже ну третья стадия да может быть это не третья совсем стадия но тем не менее это уже когда ты осознанно ложишься и останавливаешь поток своих мыслей и вроде бы казалось бы да вот мы спим да в шавасане но большинство людей все таки спит на спине как мне кажется да и почему же все таки вот это вот именно так важно да да вот вопрос этот возникает регулярно раз мы всю ночь фактически в шавасане мы же так отдыхаем да особенно те кто себя там люди любят они спят достаточно ну мы не говорим конечно в современном мире мало найдется людей которые спят в соответствии с с режимом дня и достаточное количество времени мы все время что-то не успеваем но тем не менее вот мы четыре шесть восемь часов да проводим фактически в позе трупов отдыхаем да и зачем же мы ее делаем в классе да да интересный вопрос да и вообще загадочная поза я я люблю например шавасану делать как в начале так и в конце ну в начале понятно чтобы настроиться и немножко затормозиться от вот от той жизни от которой мы прибежали в класс в конце шавасана необходимо потому что мы во первых мы снимаем то напряжение которое возникло в теле в результате выполнения асан в процессе класса занятия и второе назначение очень важно что она позволяет как бы нашему телу и сознанию принять и усвоить вот все изменения которые с ним произошли вот за это время и вот это время на усвоение вот оно очень важно и существуют даже такие строгие какие-то регламенты многие учителя говорят что пять минут шавасаны на каждые 30 минут класса обязательно то есть у тебя час класс то ты 10 минут как бы должен пролежать в шавасане если полтора часа то 15 минут обязательно в шавасане кто-то говорит что в любом случае шавасана должна быть 15 минут не важно что это то чего нам очень не хватает в нашей жизни в принципе остановиться и полежать ну не просто полежать естественно это фактически тренировка тоже практики медитации на мой взгляд да то есть это та медитация которую мы делаем именно на классе йоги когда вот мы можем именно специально этим заняться не тогда когда мы себе там в течение дня пытаемся выделить там 3-5 минут а то и не получается да и мы только с этой мыслью живем а тут фактически мы погружаемся в медитацию предварительно именно подготовив свое тело к этой практике мы ложимся уже в медитативную позу и просто медитируем то есть она это глубокий такой смысл да то есть она позволяет телу принять физическую практику да как бы произошедшую и плюс успокаивает сознание вообще в шавасане понижается температура тела то есть идет такое хорошее полное расслабление из-за этого многие укрываются да когда мы ложимся в шавасану снижается давление она очень помогает при каком-то напряжении в голове головных болях просто помогает заснуть если это делать перед сном намного легче заснуть к сожалению в классах я неоднократно замечала когда люди прямо перед шавасаной в конце класса вскакивают быстро сворачивают коврик и убегают не не осуждая никого я понимаю что ситуации бывают разные действительно нужно бежать и лучше уже прийти в класс чем не прийти совсем но у многих в голове есть есть такая такое ошибочное мнение что это потеря времени да вот сейчас вот я уже все отзанимался и уже жизнь продолжается нужно бежать зачем я буду сейчас десять минут еще тратить на на вот это и это огромная ошибка пожалуйста постарайтесь все-таки попробовать и полежать всем очень советую и посмотреть что из этого выйдет потому что вы лишаете себя уходя шавасаны очень многих целительных свойств йоги и вообще практики йоги по себе знаю когда я дома во время своей домашней практики на самом деле сложнее лежат шавасане там ты знаешь что ты лег все вокруг лежат и учитель засекает время и все равно сейчас класс закончится потому что будет следующий класс да то есть есть какое-то понятное ограничение а когда ты дома и тебя ничего не подгоняет то ложишься и мгновенно мозг начинает генерировать огромный список дел вперед что тебе нужно дальше сделать и неизменно возникает желание побыстрее как бы отлежать и вставать и бежать и вот вот в это время просто себя заставляешь лежать и принимать эти мысли но не думать их просто наблюдать за ними что вот да вот пошел список дел но не включаешься и через какое-то время они действительно успокаиваются и уходит это вот суета отступает и дела они вроде бы как бы помнятся они есть на заднем плане но желание вскочить и их делать уже нет и вот это я считаю тогда вот шавасана свое дело выполнила а можно дома таймер использовать ведь можно же тоже дома поставить себе таймер и просто лечь Настя можно и я я за таймер но просто вот делюсь собственным опытом для меня таймером является вот это вот успокоение в голове и не ну ты опытный человек ты и понятное дело для тебя ты уже по ощущениям можешь ориентироваться не все же в состоянии все таки для начала можно и таймер для начала можно конечно да но все равно вот прислушиваться и замечать и как только ты заметишь хотя бы один раз вот когда ты переступаешь этот рубеж вот этой суетливых мыслей в голове это очень приятно и когда ты их хоть один раз почувствовал ты уже дальше будешь их легко отслеживать спасибо наташ вообще очень интересно конечно мне кажется про шавасану можно часами говорить и о том какие ощущения возникают и о том что что вообще происходит с человеком в этот момент это такая тема необъятная а как ты считаешь нужно ли менять и вот у тебя личный твой пример изменился ли твой стиль жизни после того как ты в твоей жизни появилась йога и сначала это просто были занятия а потом это началось уже как такое как дело жизни как твой стиль жизни изменился есть ли вообще такое понятие как стиль жизни йоги или нет я тут кое-что добавлю наверное даже из аюрведы но вот твое мнение каково да я только хотел сказать что этот же вопрос мне хочется задать тебе я немножко перефразирую вопрос то как чаще всего его задают нужно ли мне менять свой стиль жизни чтобы заниматься йогой ответы да и нет 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 не нужно потому что когда мы просто запрещаем себе что-либо например я не знаю курить есть сладкое мы совершаем над собой определенное насилие и работаем как бы не с причиной явления а со следствием и ты как специалист по аюрведе очень хорошо это можешь объяснить как раз а постепенно занимаясь йогой наше тело и сознание оно как бы очищается в процессе вот выполнения и асаны праная и органично приходит то что тебе уже не хочется определенных вещей например я не знаю у меня не было такого опыта но я слышала курить или и пить или что-то еще или там не высыпаться регулярно то есть тебе захочется высыпаться то есть нужно начать заниматься регулярно и образ жизни он сам поменяется то есть это будет как бы следствием а не условием практики а с другой стороны чтобы начать заниматься все равно придется что-то поменять в плане режима каких-то приоритетов приоритетов жизненных и в этом смысле да нужно что-то менять например пример если вы занимаетесь дома а вы должны заниматься дома то перед перед практикой нельзя есть как минимум часа за два да и это нужно спланировать и вот в тот момент когда тебе захочется пойти выпить чай и заглянуть в холодильник ты должен себе сказать нет потому что вот я сейчас планирую заниматься йогой вот а теперь расскажи пожалуйста про свое внимание этого вопроса и свои выводы я думаю что во первых аюрведа удивительная наука жизни и она самый основной принцип аюрведа это серединный путь когда мы все делаем без насилия и конечно я с тобой совершенно согласна что никогда нельзя человека если он там курит или употребляет алкоголь но мы берем сейчас крайности на самом деле очень много вещей которые мы делаем для себя совершенно неполезные да и которые с точки зрения аюрведы можно как раз отнести гуне невежество так называемый гуна тамос называется это гуна в аюрведе и с этой точки зрения самое важное чтобы мы все делали постепенно и аюрведа это на мой взгляд это искусство маленьких шагов мы ко всему должны прийти осознанно и делать это маленькими маленькими шагами вот мне хотелось бы привести тут как раз уместно мне кажется процитировать чаракасамхиту это одна из самых древних аюрведических шастер по которой в общем-то аюрведы сейчас современные специалисты изучают главное что требуется от организма это хорошее здоровье с тем чтобы достичь всех четырех целей человеческого существования а именно обретение заслуг перед верой дхарма и богатство дабы жить спокойным быть щедром удовлетворение дозволенных удовольствия исполнения желаний камы и наконец добиться освобождение от земных оков рождение и смерти мокша вот так вот говорит о том что что требуется от организма и соответственно цель аюрведы и йоги а йога и аюрведы они не очень сильно связаны это именно достижение здоровья разве мы можем достичь здоровья если мы неправильно питаемся разве мы можем достичь здоровья если у нас вредные привычки конечно когда наш ум беспокоен мы очень часто можем себе позволить делать то следовать неистинным желанием своей души и мне кажется что здесь очень важно вот именно достичь вот этого самого такого глубинного понимания потому что если мы себя будем заставлять вот в аюрведе есть такое понятие одиночария это распорядок дня то есть с точки зрения аюрведы человеческий режим он очень все запланировано вообще в аюрведе чем мне чем мне близка и нравится аюрведа это все очень просто если ты следуешь глубинным принципам то ты всегда то есть у тебя вопросов вообще никаких не возникает все все предельно просто и человек должен допустим вставать до рассвета и вот мы себе заставляем каждый день вставать до рассвета при этом наш организм сопротивляется потому что мы не соблюдаем другое правило что мы ложимся поздно мы ложимся после часа ночи и мы каждый день себя насилуем встаем там в 5.30 утра и никакая йога и аюрведы нам уже не помогут потому что мы будем истощены наш ум он будет абсолютно в беспокойном состоянии мы очень сильно себе повысим вата дошу и и тогда то есть мы просто будем как бегущий заяц наверное вот ментально да из себя представлять и я когда например со своими клиентами работаю когда мы говорим о том как нужно изменить распорядок дня я всегда говорю что не цель ваша встать в 5.30 да потому что мы всегда считаем распорядок дня он начинается с утра да ваша цель не в 5.30 встать а ваша цель лечь пораньше для того чтобы вы успели выспаться к этому времени ваш мозг и ум и тело достаточно отдохнули и второй момент который всегда в любом если вы разговариваете с эрвизическим специалистом это введение обязательной практики движения в свой ритм дня то есть утром мы всегда должны уделять время медитации это не обязательно должно быть там часами а 5-10 минут этого достаточно мы обязательно должны сделать легкую зарядку это может быть йогическая зарядка это может быть зарядка не обязательно если вы к йоге еще не знакомы с ней потому что на самом деле йога чем мне нравится допустим та же самая суриномаскар приветствие солнцу оно охватывает практически там и силовая есть составляющая и кардио то есть если посмотреть глубинно разобраться физиологические отношения то мы получаем полностью все аспекты работы с телом мы охватываем вот но можно даже если мы просто зарядку мы заставили весь наш организм внутри нас все жидкости все суставы мы двигаемся мы придали ему тепло и теперь у нас есть силы для того чтобы работать целый день и вторую практику которая тоже аюрведа рекомендует это делать вечером тут очень интересный момент я вот к сожалению наверное еще с ним до конца не разобралась но я пожалуй с ним соглашусь потому что я интуитивно это принимаю а вот в жаркое время суток в теплое время в полдень да вот никакие физические нагрузки не рекомендуется потому что это время огня это время питы и в этот момент когда мы делаем физическую нагрузку пусть это будет ну любое йога в том числе да мы еще больше огня превозносим в наш организм и тем самым мы можем нанести вред поэтому лучше все-таки для практики использовать и утреннее время и вечернее время и кстати это очень хорошо коррелируется с тем что ты сказала что допустим до практики нужно полтора часа полтора-два часа быть без еды утром нам проще всего быть без еды когда мы встали да утром то мы у нас все равно голодный желудок можно попить воды вода нам не препятствия и кстати с точки зрения аюрведы если мы будем рассматривать о том как питаться то вода это единственный вообще обязательный продукт который нам нужен все остальное там уже есть разные вариации да по потреблению вот можно выпить обязательно на самом деле нужно выпить воды после того как мы встаем и нам очень легко сделать практику в этот момент и точно так же как и вечером гораздо проще если мы скажем соблюдаем такой режим что мы там за два за три часа до сна не кушаем то нам тоже за час допустим до сна легче сделать практику а днем когда у нас очень сильный огонь пищеварения всегда сложнее заниматься потому что есть очень хочется на самом деле ну если у нас все правильно в организме функционирует и мы всегда к полудню обычно испытываем наибольшее состояние вот именно потребности в пище а тут ты пошел еще то есть ты два часа не ел ты потом еще занимаешься полтора часа потом еще какое-то время все-таки сразу после практики тоже есть не стоит хотя бы полчаса нужно дать своему организму чтобы он привык к этому состоянию да ты согласна со мной насчет питания Настя вопрос такой из того что ты сказала вот если выделить такие самые три простейшие базовые вещи которые каждый человек должен делать в течение дня с точки зрения аюрведы то что это ты можешь сформулировать я бы сказала что обязательно надо чистить язык вот потому что язык это отражение нашего здоровья и причем язык можно чистить не только утром как только мы встали но чистить язык можно в любой момент когда мы чувствуем дискомфорт или вот какой-то налет на языке даже после каждого приема пищи то есть в принципе нет никаких ограничений для того чтобы для очистки языка можно делать это в любой момент обязательно 30 минут физической нагрузки в день это может быть легкая прогулка это может быть практика йоги и ну возможно я как-то отхожу от канонических понятий да возможно я через себя пропускаю какие-то такие моменты и я думаю что обязательно есть нужно только тогда когда мы голодные вот такой момент а вот а вот у меня например еще обязательно чашка большая теплой воды натощак это абсолютно да это тоже это must have такой который обязательно мы должны промыть свой организм с утра потому что тем самым мы вымываем все токсины это безусловно ну я наверное просто ты когда сказал три самые такие вещи да я решила более такие какие-то важные или когда большие да ну потому что ну лично для меня там я просто не представляю как можно встать и не выпить воды уже вот но но это как бы да это у нас уже сложилось а вот вообще например язык чистить это не для всех практика очевидная да потому что мне кажется что тут тут люди как раз могут возникнуть вопрос но с водой я совершенно согласна это классно и я кстати даже понимаю вот лично по себе да я уже много лет это практикую эту привычку если я не выпила воды я у меня такое ощущение что что-то со мной не то происходит у меня прямо на уровне на физическом уровне какие-то вот неприятные ощущения в организме и это обязательно да то есть язык почистили выпили воды язык вода и физическая нагрузка да вот а язык это все просто мне кажется я хотела бы точно сказать что мы должны потому что вот многие люди совершают очень большую ошибку потому что если мы читаем аэровидические какие-то источники то там говорится о том что вот завтрак должен быть с 7 до 8 обед там с 12 до 2 ужин с 5 до 6 допустим или там до 7 вот так вот я возможно кого-то разочарую есть мы должны только тогда когда мы действительно хотим есть и для разных дош существуют разные режимы например если мы капха доши то вообще можно иногда свести потребление пищи к одному разу в день вот это очень сильно зависит от типа конституции то есть ватте нужно есть чаще пить и можно есть три раза в день капхи вообще меньше но тем не менее всегда нужно ориентироваться на то сколько мы действительно испытываем чувство голода потому что реально люди очень часто не знают голодные или не голодные потому что они делают это по привычке или едят глазами да о вкусненькое что-то я хочу перекусить вот так что ну спасибо это очень важное добавление что не всем нам нужно три раза в день обязательно абсолютно да и это кстати очень важно потому что вот это осознание и понимание реальных потребностей организма вот это кстати йога практика она дает действительно вот это знание своего тела и того мы мы начинаем наши эмоции чувство намного чище становится и вот мы начинаем понимать что действительно мы хотим не то что нам надо да не те ментальные конструкции которые у нас заложены там годами нашими родителями которые может быть не совсем были правильны в своих привычках и питания и режимы дня и не телевизором не нашими друзьями не тем что мы прочитали в интернете а именно реальными потребностями нашего организма вот йога она как раз дает нам это понимание ты согласна да давай к следующему вопросу а как ты считаешь да вот у нас есть еще один вопрос существуют ли какие-то возрастные ограничения для занятий йогой ответ простой ограничений никаких нет ну понятно есть естественные ограничения в детском возрасте то есть когда дети способны воспринимать ну в Индии считается где-то с пяти лет а дальше никаких ограничений уже нету и соответственно то есть начать практику в любом возрасте можно независимости ну вот мы уже разобрали что детки маленькие нужно аккуратно но тем не менее вот в Индии очень интересно потому что допустим если вот посмотреть быт людей простых да они сидят в каких-то йогических позах потому что это удобнее это правильнее это сохраняет здоровье и дети точно так же повторяют самая лучшая наверное практика для детей это как раз тоже наблюдение за родителями ты согласна? абсолютно да вот поэтому тут наверное нету каких-то именно нижнего предела практически не существует в каком возрасте нужно начать практику да можно ну наверное подросткам это особенно хорошо да заниматься да если их заставить но тем не менее но существуют интересные на самом деле программы школы вот например есть такое всемирное движение искусство жизни у них есть программа для молодежи возможно нашим слушателям будет интересно они могут найти в интернете искусство жизни art of living у них есть программы именно для детей и подростков начиная с 10 лет и они учат и они учат практикам дыхания пранаямы и и практики йоги как раз рассказывают о том какие преимущества дают эти занятия для людей и что интересно они обычно очень молодых интересных таких активных людей приглашают в инструкторы которые могут как раз подростков зарядить да этой энергетикой дать им возможность прочувствовать вот именно когда дух бунтарства особенно развит но мы с тобой знаем мы с тобой мамы обе нам знакомо что не всегда детей можно своим примером заразить но тем не менее вот можно для тех кому интересно воспользоваться вот как с детьми работать да или найти какого-то инструктора который работает с детками а в каком возрасте еще не поздно начать заниматься йогой да вот очень часто звучащий вопрос и соединенные еще в каком возрасте нужно начать чтобы как бы был был эффект и ответ простой логичный конечно чем раньше тем лучше нужно начинать заниматься но с другой стороны естественно никогда не поздно потому что есть такое прекрасное высказывание которое я на английском языке читала по-русски оно будет звучать примерно так что мы никто не можем как бы вернуться в прошлое и начать все заново да и иметь как бы новый старт но мы можем начать менять что-то прямо сейчас и иметь совсем другой финиш то есть закончить по-другому поэтому вот с этой мыслью в голове начинать начинать никогда не поздно есть прекрасная история про Айнгара когда он 85 лет поставил на голову королеву мать английскую и и потом еще помогал ей восстановиться после инсульта так что никогда не поздно и очень много примеров йогов которые в очень пожилом возрасте занимаются и продолжают заниматься и прекрасно себя чувствуют и мне кажется здесь еще нужно помнить такой момент про возраст что возраст он ведь приносит не только болезни какие-то а с возрастом еще приходит и мудрость и и опыт и определенное переосмысление своих приоритетов и в этом плане люди которые имеют вот такой большой жизненный багаж за своими плечами им проще сконцентрироваться и осознавать и принимать ценность текущего момента это то что как раз сложнее молодым в йоге но что очень важное качество для йоги да пожилым людям это дается уже намного проще скажи пожалуйста вот мы с тобой все время говорим о преимуществах о преимуществах наверняка ты получала такой вопрос а есть ли какая-то обратная сторона йоги есть ли какая-то опасность в занятиях есть и какая есть ну во первых существует множество противопоказаний когда йогой в принципе нельзя заниматься это психические расстройства какие-то пограничные состояния психики поражение сердца пороки тахикардия аритмия ну такие серьезные действительно очень заболевания заболевания крови опорно-двигательный аппарат если особенно это какие-то инфекционные опять же поражения то есть есть безусловно состояние в которых йога не показана есть когда какие-то временные противопоказания когда высокая температура когда человек после операции но это все вполне логично обычно люди у которых это есть они это очень хорошо сами знают им об этом четко проговаривается врачами так такой простой и нам близкий женский аспект например во время месячных в принципе не рекомендуется силовая практика то есть что-то можно делать но большую нагрузку давать не стоит хотя опять же и здесь индивидуально некоторые себя прекрасно чувствуют и могут заниматься во время месячных но абсолютно противопоказаны перевернутые позы тоже логично да абсолютно логично и кстати по поводу месячных вообще вот в аюрведе очень интересное есть положение что особенно в первый день женщине желательно уединиться да и посвятить себя глубокой медитацией она должна быть освобождена от всей домашней работы она должна да мне тоже замечательно это я считаю что нужно вообще это обязательно пропагандировать среди женщин и среди мужчин главное чтобы они это осознавали и ну в древние времена да женщина уединялась обычно в первые первые несколько дней месячных первый второй день особенно когда особенно сильное выделение и посвящала себя именно практике уединения и медитации и это мне кажется очень важно как прослеживается вот интер перевернутые позы потому что у нас тогда движение крови идет в другую сторону и мы тем самым мы перенаправляем что собственно мы как бы токсины которые из нас выходят мы направляем в обратную сторону почему нельзя там позы как раз перевернуты вообще надо ориентироваться в первую очередь на свое самочувствие как вы себя чувствуете да может быть шавасан это точно не показано в любом состоянии абсолютно даже если если есть болезнь сердца то в шавасане можно полежать мне кажется вот кстати болезни крови мне интересно надо этот вопрос поизучать я не знала об этом да но про женскую йогу добавлю только что есть прекрасная книжка гиты дочки которая так и называется йога для женщин и там рассмотрены подробно и хорошо она переведена на русский язык все моменты как бы же нюансы именно и во время месячных во время беременности во время именно паузы да там прямо по главам все можно прочитать да так что вот обращайтесь к источнику ты знаешь я вот как и предполагала мы с тобой вопросов много напланировали а время у нас уже не так много осталось поэтому давай мы немножко с серьезной волны уйдем и такой частый вопрос как какие мифы вокруг йоги существуют и что делают йоги и можем ли мы этого добиться например ходить по гвоздям там или по стеклу битому и вообще да 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 вот такой миф что йоги все как один спят на гвоздях ходят по стеклу извергают пламя едят стекло запивают там какой-нибудь кислотой и так далее это не йоги это называются факиры они были всегда и наверняка будут ни один настоящий йог никогда не будет демонстрировать свои сверхспособности на публику и тем более этим зарабатывать просто никогда поэтому мы не не видели и вряд ли увидим какие-то опыты с левитацией и подобные вещи потому что люди которые этого достигают если они этого достигают они не в том то есть они крайне далеки от того положения когда это им нужно кому-то продемонстрировать для подтверждения чего-либо еще прекрасный пример мифа о йоге что йога непременно должен жить в Индии нет не правда йоги живут по всему миру или что йоги отшельники опять же нет среди них много очень публичных и семейных людей вот Айнгар раз уж мы загорели один из примеров его дети продолжают его дело и очень много подобных таких семейственных йог должен быть гибким или основная цель йоги стать гибким тоже миф потому что гибкость просто дана не каждому таким нужно родиться с такой экстра гибкостью и есть наши личные какие-то особенности строения как у нас просто скелет устроен опять же у всех по-разному и это тоже каким-то образом лимитирует наше движение мы опять же про это уже говорили повторю что считается что индусам в большей степени присуща гипермобильность суставов чем например европейцам и считается что асаны они их скорее учат использовать мышцы тем самым снижать вот это повреждающее воздействие от гипермобильности суставов нам кажется что это и есть вот эта гибкость это как самоцель а в общем то скорее нет скорее это как недостаток и с ним нужно справляться каким-то образом вот это те мифы которые я знаю если еще какие-то есть давай развенчаем я как раз хотела добавить по поводу того что йог должен жить в индии есть очень известный такой йогин андрей верба мне очень нравится его лекции у него есть прекрасный ресурс в интернете и все желающие могут его послушать у него огромное количество материала он больше 20 с лишним лет занимается йогой и он как раз я в одной из его лекций слышала о том что он говорит что совершенно необязательно йогин должен жить в индии и он как раз говорит о том что вот в россии гораздо больше людей сознание которых подготовлено для того чтобы стать йогинами и еще один такой момент который мне тоже очень запомнился и тоже он такой миф развенчивает он сказал что если что это огромное счастье что у вас есть возможность заниматься йогой потому что в той же самой индии не все люди могут себе этого позволить и вообще более того что там до сих пор существует эта кастовая система которая ограничивает и есть касты которые которым запрещено заниматься йогой например а мы вот можем выбрать мы счастливые люди это тоже кстати очень важный такой момент и он еще сказал что если вы продвигаетесь на пути йоги то всегда старайтесь стать учителем то есть ваша цель должна была быть того чтобы вы людей людям помогли тоже обрести вот это знание обрести вот именно возможность делать это для себя для своего тела потому что чем больше людей вокруг нас будут здоровыми тем более счастливым станет этот мир ты согласна да но это кстати возвращает нас к первому вопросу с чего мы начали кто может считаться настоящим йогом да и если мы то есть мы на него ответили вот исходя из этого конечно это абсолютно не важно где ты живешь в Индии или в России или в Америке да это совершенно точно ну и наверное еще один вопрос да успеем наверное на один вопрос еще мы вот с тобой совершенно не затронули тему вегетарианство и мясо но я думаю мы оставим ее на следующую программу потому что там есть о чем поговорить и где используется йога где используется йога очень интересный пример использование йоги именно не не физической подготовки а вот этой вот ментальной то что мне больше нравится во фридайвинге наверное многие слышали что не так давно погибла Наталья Молчанова очень известный российский фридайвер достаточно молодая она была и она как раз учила ее читала какие-то ее статьи очень очень интересные на эту тему как она сама готовилась то есть что такое фридайвинг это когда они уходят на глубину без кислорода да то есть у них нету этого баллончика за плечами и они вынуждены задерживать дыхание на очень долго намного дольше чем обычный человек в принципе может сделать то есть им нужно экономить кислород и она говорит что у нас основная часть кислорода уходит на эмоции и мышление соответственно во фридайвинге очень важен настрой и умение расслабляться и это гораздо более важные факторы чем техника и хорошие какие-то физические данные то есть не должно быть никаких переживаний мыслей и эмоций то есть у них установка когда они идут на глубину такая перестать думать и не беспокоиться и тогда меняется ритм дыхания им и сознание как бы становится пустым то вот о чем мы говорим про шавасану и медитацию вот они это все используют в подготовке как раз для своего спорта что на мой взгляд очень интересно и именно именно вот техники йоги они используют для того чтобы научиться это делать и и видите это на первом месте стоит вот ну а еще немножко времени да ну и мне кажется что вообще мы не должны забывать о том что есть такая что пранаяма это тоже часть йоги обязательное дыхание именно мы уже коснулись этого немножко но пранаяму чем тем меньше мы чем больше или как сказать правильней тем правильнее мы дышим да тем когда мы контролируем свое дыхание тем самым мы продлеваем свою жизнь и есть такие техники пранаямы которые позволяют например можно во время ходьбы обычной ходьбы например контролировать свое дыхание просто там отсчитывая на 4 шага например вдох на 6 выдох обязательно в йоге очень распространенная именно техника что выдох должен быть обязательно дольше чем вдох вот и поэтому то есть мне кажется что вот именно пранаяма это наиболее такое используемое направление йоги вот которые особенно ну для такой для повседневной жизни да ну вообще в любом случае пранаяма много может использоваться да а кстати у йогов есть понятие что они как бы жизнь меряют не количеством лет а количеством вдохов вдохов и выдохов то есть они говорят что каждому человеку выдано определенное количество вот этих вот вдохов и выдохов соответственно чем ты медленнее дышишь тем ты больше живешь так что задумайтесь об этом дорогие друзья спасибо большое Наташа очень интересная у нас получилась программа я думаю что мы в таком формате еще продолжим и дорогие друзья если у вас есть вопросы присылайте пожалуйста их на через наши группы в фейсбуке через наши группы в социальных сетях и через веб-сайт сангейтс радио и с вами была Анастасия Хрущинская и Наталья Огородникова и программа путь йоги наш проект выходит по понедельникам в 9 часов утра по времени Сан-Франциско 11 часов по времени Чикаго 19.00 по времени Москвы спасибо вам дорогие друзья спасибо Наташа и до новых встреч спасибо большое да Настя счастливо до свидания все Субтитры создавал DimaTorzok